Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук. Сегодня я буду готовить овощи с мясом по-корейски. Достаточно оригинальное блюдо может выступать и в качестве закуски, и в качестве второго основного блюда. Ингредиенты несложные, найдутся, мне кажется, в любом холодильнике всегда. И если вы любите такой немножечко кухни со стринкой, то этот рецепт обязательно подойдет вам. Первое, чем нужно заняться, это огурцы. Срезаем у них попки, которые нам не понадобятся. Если у вас длинный огурец, то разрежьте его на 4 части. Если короткие, как у меня, то на 2, либо на 3. И каждую эту часть еще на 4, чтобы получились такие четвертинки. Перемещаю их в тарелку, в миску, куда вам уже удобней. И сверху посыпаю солью. Теперь нужно им дать возможность где-то четверти часа постоять и выделить сок. Тем временем я займусь мясом. У меня это свинина, и ее нужно порезать очень тонкими, длинными крючками. Если у вас не слишком острые ножи дома, то тогда нужно ее немножечко подморозить. И тогда все будет происходить намного удобней. У меня нож достаточно острый, поэтому у меня свинина абсолютно разморожена. Также я сразу подготовлю все овощи. Нужно порезать перец соломкой и лук тоже порезать полукольцами тонкими. Перец можете брать свежий, можете брать свежезамороженный. Тогда его не нужно будет размораживать, а просто сразу же добавляете его в это блюдо. Лучше, если он будет красный, но если нет красного, можете использовать тот, который есть у вас. Нарезаем соломкой тоненькой. И лук тоже я нарезаю полукольцами. Разогреваем хорошо сковородку. Выливаем сюда оливковое или растительное масло. То, которое вам больше по душе и по вкусу. И сюда же отправляем мясо. На сильном огне обжариваем мясо до румяной сухой корочки. На это уйдет где-то приблизительно 1 минута, если сковородка хорошо разогрета. Огурцы выделили сок. Его обязательно нужно слить, если он выделился достаточно много. Дальше я высыпаю молотый кориандр, красный острый перец и немножечко сахара. И также сюда необходимо натереть на терке, либо же выдавить на чеснокодавке чеснок. Я думаю, что 2-3 зубчика будет вполне достаточно. Как только у мяса появилась золотистая корочка, сюда отправляется лук. И все это нужно сверху сдобить соевым соусом. Дальше необходимо все это вместе протушить буквально пару минут. Как только мясо поджарилось, у меня на это ушло буквально около 3-4 минут, не больше. Сверху на огурцы выкладываем горячее мясо. И на следующем этапе уже сверху на горячее мясо отправляется нарезанный болгарский перец. И у нас остался последний ингредиент. Сверху поливаем это уксусом обычным и пока что не перемешиваем. Буквально через 5 минут нужно будет перемешать. Подаю я этот салат обычно с кунжутом поджаренным. Мне очень сильно нравится, когда он хрустит и придает такой ореховый вкус. Впрочем, если у вас не оказалось кунжута, то всегда его можно заменить любыми орехами по вашему вкусу. Также их нужно поджарить. И здесь мне очень сильно нравится сочетание трех разных вкусов. Это кислый, сладкий и острый. И их баланс. Балансировать вы можете по вашему усмотрению. Точно так же, как и можете использовать вместо свинины говядину. Отличная идея. И это блюдо можно подавать как основное блюдо, второе. Либо же как салат, либо же как закуску. Это все зависит только от вас, от ваших предпочтений. Я знаю, что в ресторанах такое блюдо в основном подают как салат. Но в принципе, в рецепте я его находила как основное блюдо. Желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok